Несмотря на высокую боевую напряженность и обилие разнообразных задач, личный состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане регулярно занимался боевой подготовкой. Она осуществлялась на основе тех же нормативных документов, которыми пользовались все военные округа. На основе требований, приказов и директив министра обороны Советского Союза, начальника генерального штаба и ВМФ, организационно-методических указаний по боевой подготовке сухопутных войск, ВВС и ВДВ, приказов командующего войсками Туркестанского военного округа с учетом практики боевого опыта, особенностей и характера выполняемых задач, подготовки войск к боевым действиям в условиях пустынной и горной местности. Однако боевая подготовка соединений и частей ограниченного контингента имела некоторые особенности и состояла из подготовки офицеров, младших специалистов и молодого пополнения на территории Советского Союза и из подготовки всего личного состава в частях и подразделениях 40-й армии в Афганистане. Подготовка на территории СССР в начальный период пребывания советских войск в Афганистане, отобранные для службы офицеры всех степеней, направлялись в свои части без особой дополнительной подготовки, после короткого ознакомительного инструктажа в Туркестанском военном округе. Однако практика боевой деятельности, в частности выполнение некоторых незнакомых ранее офицерам задач, показала необходимость определенной переподготовки офицеров, особенно служивших до этого в скадрованных подразделениях. В условиях интенсивной боевой деятельности, такую переподготовку только в системе командирской учебы, непосредственно в частях и подразделениях контингента, организовать было крайне трудно. В связи с этим с осени 1984 года перед направлением офицеров в Афганистан с ними проводились специальные занятия на территории Туркво, по некоторым специальностям в течение месяца. С октября 1985 года для этой цели были созданы штатные подразделения резерва офицерского состава по специальностям, где с предназначенными для службы в контингенте офицерами проводились занятия по особой программе, разработанные с учетом опыта боевых действий в Афганистане. В составе подразделений резерва, например, мотострелковых, воздушно-десантных и десантно-штурмовых войск, офицеры отрабатывали вопросы организации и ведения боевых действий в горно-пустынной местности, обучались использованию горного снаряжения, скалолазанью, преодолению горных рек, ущелий, труднопроходимых участков местности, постигали методику обучения личного состава горной подготовки. В конце первого месяца обучения офицеры сдавали экзамены по горной подготовке. В подразделениях резерва офицеры совершенствовали, а прибывшие из скадрованных частей восстанавливали свои навыки в проведении занятий с подразделениями, в том числе и по 12-дневной программе, принятой в войсках 40-й армии. Учились выполнять разнообразные задачи в отрыве от своих войск, например, на сторожевых заставах, обеспечивать автономное несение службы своего подразделения. Субтитры создавал DimaTorzok